Спасибо большое, замечательно, интересный очень доклад. Мне кажется, что для этого метода тоже нужно стратифицировать пациентов и очень здорово отбирать. То есть тоже нужны какие-то маркеры. Это может быть какие-то функциональные, физические, биологические, но должны быть маркеры, как, собственно говоря, и для биологической терапии, о которой я в том числе буду говорить. Уважаемые коллеги, ну и так, взгляд клинициста, и, собственно говоря, начать я хочу с того уже, собственно, с чего начинали все, по сути дела, предыдущие, начиная с Александра Григорьевича, что, конечно, бронхиальная астма – крайне гетерогенное заболевание. Мы с вами знаем давно, что существует множество фенотипов бронхиальной астмы, причем, так сказать, это фенотипы, которые мы с вами можем определить, то, что мы можем померить. Более того, мы с вами очень хорошо знаем, что и, собственно, паттерн воспаления, который в основе астмы лежит все же воспаление, но паттерн этого воспаления, то есть биофенотипы бронхиальной астмы тоже разнообразны. И с этой точки зрения бронхиальная астма, опять же, тоже гетерогенна. Что объединяет? Наверное, все же более-менее объединяет все эти фенотипы, биологические или функциональные, или клинические фенотипы. Объединяет, наверное, все-таки более-менее похожая и больше или меньше выраженная клиническая картина. Вот это то, что объединяет такой большой зонтик. И в основе этой клинической картины, конечно, лежит обструкция, которая, опять же, более-менее вариабельная. То есть астма, прежде всего, гетерогенная на сегодняшний день, и это очень важно. Вот что еще важно. Достаточно долго мы с вами знаем, мы знаем, что такое фенотип, что это те характеристики, которые основываются на генетической составляющей, но формируются под влиянием факторов внешней среды. Окружающая среда, конечно же, влияет, равно как и коморбидные всякие состояния, которые есть у пациента, тоже определяют и влияют на фенотип бронхиальной астмы. То есть что такое фенотип, мы знаем. Но вот за последние годы появилось такое понятие, как эндотип. И мы понимаем, что эндотип, это тоже, так сказать, оказывается, эндотипически астма тоже различна. То есть существуют разные патобиологические механизмы, которые лежат в основе вот этих, собственно, фенотипов. И вот этот патобиологический-то механизм, который может действительно различаться, и, по крайней мере, на сегодняшний день выделяют два таких механизма. Ну, мы можем определить два, или иначе говоря, два эндотипа. Вот это, собственно говоря, и является эндотипом. То есть это сердцевина, если так можно выразиться, формирование самых разных фенотипов бронхиальной астмы. И так есть множество фенотипов, и есть, по крайней мере, два эндотипа бронхиальной астмы. И вот то, что, собственно говоря, есть два эндотипа бронхиальной астмы, натолкнуло на эту мысль. Вот это совершенно замечательное исследование профессора Вудрофа, которое было выполнено, по-моему, в 2008-2009 году. Вот это очень интересное исследование, которое показалось следующее. Здесь взяли наивных пациентов с астмой. То есть у них была клиническая и функционально доказанная бронхиальная астма. Но они ничего не получали. Они не получали никакой терапии. И у них, так сказать, провели бронскоскопию, в данном случае диагностическую, взяли биопсию. И посмотрели экспрессию генов-маркеров TH2-воспаления. Ну это прежде всего гены интерлекина-4, интерлекина-13. То есть вы видите, это ген регуляторов кальциевого канала, периастин и серпин-2. И что удивительно оказалось, да, ну и конечно была группа абсолютно контроля здоровых лиц, у которых никаких клинических признаков и функциональных признаков астмы не было. И что оказалось? Оказалось, что вот эти вот красненькие, вот эти, ровно у половины пациентов с астмой была очень высокая экспрессия вот этих генов-маркеров TH2-воспаления. Очень высокая. Значительно выше, чем у здорового контроля. Но посмотрите, вторая половина пациентов с астмой, оказывается, не имела. Они имели точно такой же уровень экспрессии вот этих генов, хотя имели клинические симптомы астмы, функциональные характеристики, соответствующие бронхиальной астмы. Они имели такую же выраженность экспрессии, как и здоровые. То есть абсолютно разные вообще получаются разные пациенты. Ну ладно бы с этим, да. Ну и соответственно, так сказать, эти пациенты имели, собственно, и уровень цитокинов TH2-профиля совершенно разный. Те, которые, так сказать, имели высокую экспрессию генов, имели высокую экспрессию ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-4. А те, кто, так сказать, не имели, они у них были нормальные уровни цитокинов. Но это был бог с ним. Но посмотрите, в последующем их этих пациентов начали лечить. Им дали, в общем, хороший препарат флутикозон-пропионат, высокой дозе, 1000 микрограмм, по 500 микрограмм два раза. И посмотрите, что оказалось. И оценивали-то, собственно говоря, не только клинические. Клинический был эффект. Даже, так сказать, небольшой был и у тех, которые функционально не ответили. Но оценивали по функции, по приросту ОФВ-1. И вот те, которые имели высокую экспрессию генов TH2, маркеров TH2 воспаления, посмотрите, хорошо ответили. Они, в общем, дали большой прирост ОФВ-1 после прекращения, так сказать, ОФВ-1 снизился. А вот те пациенты, которые не имели, собственно, никаких маркеров TH2 воспаления, посмотрите, они ответили хуже, чем на плацебо. То есть они, в общем, не ответили. Никак не ответили, абсолютно. И вот это послужило основой говорить о том, что, по-видимому, разное воспаление, разные абсолютно эндотипы бронхиальной астмы. И, по-видимому, это, кстати, большой вопрос, как вообще, так сказать, и каким образом лечить этих пациентов. Ну и, собственно, вы видели уже этот слайд. И вот если мы, так сказать, посмотрим на фенотипы и эндотипы, вот эти фенотипы, скорее всего, в основе этих фенотипов лежит эндотип TH2 или Т2 сейчас. Правильнее говорить не TH2 эндотип, а Т2 эндотип, я скажу почему. То есть это аллергическая астма, конечно. Это астма, это, возможно, и аспириновая бронхиальная астма. Это может быть, которая формируется, собственно, во второй половине, где-то после 40 лет, и характеризуется изнофильным воспалением. Это астма, может быть, с доминированием бронхоспазма в ответ на физическую нагрузку. А посмотрите, ну, существует множество фенотипов астмы, у которых, так сказать, совершенно, в основе которых лежит совершенно другой эндотип. То есть нет вот этого высокого Т2 воспаления. Посмотрите, это астма, связанная как раз с ожирением, это астма, связанная с курением, или астма, где, собственно говоря, мы не находим гранулоцитов, ни нейтрофилов, ни изинофилов. И, возможно, здесь как раз гладкомышечные клетки формируют основу обструкции. Вот, возможно, что для этого фенотипа как раз бронхиальная термопластика и будет более, так сказать, эффективна, потому что здесь, так сказать, совершенно другой паттерн воспаления. И гладкомышечный, очень выраженная, так сказать, пролиферация гладких мышц. То есть вот, если мы посмотрим с точки зрения эндотипов, то эндотипы формируют совершенно, так сказать, разные фенотипы болезни. Кроме того, посмотрите, в общем-то, мы тоже с вами хорошо знаем, что и с точки зрения воспаления бронхиальная астма тоже различна. И существует, по крайней мере, четыре разных типа воспаления, которые лежат в основе бронхиальной астмы. Конечно, самое частое – это изинофильная, и большинство все-таки пациентов с астмой имеют изинофильное воспаление. Но, так сказать, существует определенная пропорция пациентов, которые имеют нейтрофильное воспаление. И посмотрите, это чаще более пожилые пациенты, это курящие пациенты. Хотя это может быть, кстати сказать, и эффект нашей терапии, высокие дозы ГКС. Это пациенты, которые имеют бактериальные бронхиты, бронхоэктазы, кстати, в сочетании астмы с бронхоэктазами достаточно нередко. Ассоциированные с гастроэзофагальной рефлексной болезнью, риносинуситами тоже могут иметь пациенты. То есть это как бы вторичное нейтрофильное воспаление. Может быть и малогранулцитарная астма. И вот, так сказать, тут возможно как раз гладкомышечные клетки участвуют в формировании этого биофенотипа. Ну и может быть и изинофильное, и нейтрофильное, когда мы находим и изинофилы, и нейтрофилы у пациентов с бронхиальной астмой. Вот большой вопрос, знаете, а сколько таких пациентов, и как много таких пациентов. Много ли таких пациентов с нейтрофильной астмой, с малогранулцитарной астмой, особенно среди пациентов с тяжелой астмой. И вот это результат, так сказать, вот этого большого проекта, который посвящен, европейского проекта, посвящен, собственно говоря, тяжелой астме. Это проект ЮБИАПРЭД. И вот результат этого проекта дали вообще такие достаточно, ну, не совсем ожидаемые результаты. Потому что, посмотрите, и как у пациентов с тяжелой астмой, так и у пациентов-курильщиков с тяжелой астмой абсолютного большинства доминирует все-таки изинофильный биофенотип, равно как и у пациентов со средней тяжелой астмой. То есть, в общем, не так много, посмотрите, если здесь мы посмотрим, то нейтрофильной-то астмы не так много. Среди курильщиков это 6%, среди тяжелых пациентов с астмой не курящих 9%, средне тяжелой вообще не так много. То есть, на самом деле, все-таки, достаточное большинство пациентов, в том числе пациентов с тяжелой астмой, все-таки имеют изинофильное воспаление. Ну, и, естественно, возникает вопрос. Хорошо, так сказать, мы с вами очень хорошо знаем, что как формируется изинофильное воспаление при аллергической астме. Потому что там мы понимаем, конечно, аллергологи-то знают как никто, что, конечно, там это такая центральная клетка, которая, собственно, опосредует вот эту экспрессию цитокинов, которые приводят к изинофильному воспалению, такие как ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13. Это, конечно, Т-лимфоцит хелпер второго типа, да? Т-лимфоцит хелпер второго типа – это, так сказать, вот основной лимфоцит, который запускает, вот он опосредует изинофильное воспаление за счет ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-4. Но удивительная вещь, и у пациентов, которые не имеют никакого аллергического анамнеза, никакого воздействия аллергеном, нет у них, так сказать, отягощенного аллерго-анамнеза, у них тоже формируется изинофильное воспаление. И долгое время было непонятно за счет чего, за счет какие клетки, как это, почему у пациентов вообще, так сказать, никакой безысля какой-либо аллергии, тем не менее, формируется изинофильное воспаление у курильщиков, скажем, с астмой. и изнофильное воспаление. Пока, наконец, не были открыты вот эти врожденные лимфоидные клетки. Их существует несколько типов. Для нас, так сказать, прежде всего важны вот эти врожденные лимфоидные клетки второго типа, вот эти ALC2. Это очень, оказывается, активные клетки. Их очень много в подследистой бронхов. И посмотрите, эти клетки при активации совершенно четко активируют и синтезируют те же самые интерлейкины, интерлейкин 5, интерлейкин 13, опосредуя изнофильное воспаление у пациентов, абсолютно, так сказать, не имеющего никакой аллергии. А за счет чего активируются эти клетки? Посмотрите, оказывается, при воздействии на эпители полютантов, вирусов, бактерий, курения, эпителиальные клетки начинают высвобождать так называемые цитокины защиты. Неспецифически. То есть это действительно защита. Это прежде всего ИЛ-5, ИЛ-25, ИЛ-33 и темический стромальный лимфопоэтин. И вот именно вот эти цитокины эпителиальных клеток, цитокины защиты активируют вот эти ALC2, приводя к синтезу ими цитокинов таких как ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-4. Еще и очень интересные клетки, вот эти НКТ, это не натуральные киллеры на самом деле, это именно НКТ клетки, которые делят свойства с натуральными киллерами и с Т-лимфоцитами. И оказывается, они тоже совершенно замечательно синтезируют интерликин-33. Кстати сказать, они могут заодно, тут просто как бы на этой картиночке не показано, они тоже могут приводить к запуску изнофильного воспаления. Сейчас эти клетки очень активно изучаются именно при бронхиальной астме неаллергической. То есть два вот этих типа клеток, которые никакого к хелперам вторым отношения не имеют, они способны при неаллергической астме запускать и приводить, запускать изнофильное воспаление, обеспечивая и активацию его, и персистенцию этого изнофильного воспаления. Ну и так, гетерогенная астма, со всех точек зрения гетерогенная, очень разная, да, и фенотипические, и с точки зрения воспалений, и даже с точки зрения патобиологического механизма. Но тем не менее, смотрите, несмотря на фенотипическую гетерогенность астмы, большинство наших пациентов, большинство, правда, при очень важном условии, при условии адекватной приверженности и правильной технике ингаляции, достигают контроля заболевания в результате лечения ингаляционными стероидами и бета-2-агонистами. Чаще всего длительно действующими, но и коротко действующими бета-агонистами тоже. Если мы с вами посмотрим на нашу ступенчатую терапию из наших рекомендаций, то посмотрите, вот легкая астма, ступень 1 и ступень 2. И на первой ступени, действительно, это, конечно, не приоритетный выбор, это так опционально, но тем не менее, вариант для интермитирующей астмы, особенно, когда симптомы более-менее начинают 2, по крайней мере, 2 дня в неделю беспокоить пациента, или этот пациент имеет факторы риска, то мы должны рассмотреть и назначить низкие дозы ингаляционных стероидов на второй ступени при легкой персистирующей астме. Это, собственно, уже приоритетный выбор низких доз ингаляционных глюкокортикостероидов. То есть, конечно, ингаляционные стероиды при бронхиальной астме, безусловно, при легкой астме, безусловно, так сказать, эффективны. И это блестяще совершенно доказало вот это исследование. Посмотрите, вот это исследование абсолютно уникальное. Уникальное по, во-первых, количеству включенных пациентов, включено было более 7 тысяч пациентов, причем, обратите, какого возраста, от 5 до 66 лет. Причем это были пациенты с легкой астмой, которые никакого терапии до момента включения в это исследование не получали. И им всем были назначены ингаляционные глюкокортикостероиды, прежде всего, будезонит. Детки получали 200, взрослые получали 400 микрограмм. Но это было плацебо-контролируемое исследование, поэтому первые 3 года была группа плацебо, которые не получали вместо будезонита, им давали, так сказать, ингалятор с плацебо. То есть 3 года одни лечились, другие не лечились. Через 3 года всем назначили будезонит. Все стали получать абсолютно. И посмотрите, но разница сохранилась. Те пациенты, которым рано начали терапию ингаляционными глюкокортикостероидами, вы видите, вероятность, и это сохранилось на протяжении всех 5 лет, они существенно реже развивали обострение бронхиальной астмы. Они существенно реже нуждались в системных стероидах. Они существенно реже вообще обращались в связи с ухудшением течения бронхиальной астмы. И они лучше сохраняли функцию легких. И это исследование было настолько значимо, что, посмотрите, в конце прошлого года к нему вернулись. И был проведен ретроспективный анализ. И вот, так сказать, Хелен Реддель, это один из авторов Джины, ведущий мировой эксперт в области бронхиальной астмы, опубликовала, так сказать, в журнале Lancet вот такую статью. Все ли пациенты с легкой астмой получают пользу от применения ингаляционных стероидов. Это анализ результатов исследования АСТАРТ. Но здесь стратифицировали пациентов, потому что пациенты с легкой астмой были разные. Были больные, которые, видите, отмечали симптомы не более одного дня в неделю или вообще ноль дней в неделю. То есть один день за две недели с симптомами или за три недели. То есть очень редкие симптомы. Так эпизодическая, по сути дела, астма. Была группа пациентов, которые отмечали симптомы на протяжении одного-двух дней в неделю, не больше. Ну и, наконец, были пациенты с персистирующей астмой, которые имели симптомы больше двух дней в неделю. И посмотрите, оказалось, что у все пациенты, независимо от частоты симптомов, совсем редкие симптомы или все-таки персистирующие, те, которые лечились буддизонидом, существенно реже имели какие-то серьезные события, связанные с астмой. Обращение в отделение неотложной помощи, госпитализацию или смертельный исход. То есть всем пациентам ингаляционные астероиды, раннее назначение, это очень хорошо. Более того, посмотрели функцию легких у этих больных. И опять же, посмотрите, независимо от того, так сказать, от частоты симптомов, все пациенты, которым был назначен буддизонид прямо сразу, посмотрите, у них у всех и пребронходилитационный, и постбронходилитационный ОФВБ один был лучше, чем те, которые получали плацебо. Ну и посмотрите, наконец, вот сюда, они значительно реже, эти больные, которым начали раны лечить, буддизонидом, они существенно реже требовали системных глюкокортикостероидов. То есть вывод из этого исследования был сделан следующий, что пациенты с легкой астмой, независимо от частоты симптомов, получают пользу от применения низких доз ингаляционных стероидов, которые проявляются в снижении риска обострений и улучшении функций, или сохранении, по крайней мере, функций легких. Все больные. Но это больные с легкой астмой. Особенно подумайте, если это интермитирующие симптомы. Иногда один день в неделю, а иногда один день в две недели, или даже в три недели. Тут мы с вами упираемся вот в это понятие комплайнса, безусловно. Пациенты вообще не комплайнты с бронхиальной астмой. А уж если мы с вами посмотрим, посмотрите, как много причин низкой приверженности к ингаляционным стероидам с точки зрения пациента, да и с нашей точки зрения, понимаете, тоже, в общем, если мой пациент рассказывает мне, что у него симптомы возникают там раз в две недели, но, наверное, как бы убеждать его, что обязательно нужно получать каждый день, хотя бы один раз в день ингаляционный глюкокортикостероид, ну, сомневаюсь, что я буду очень сильно за это ратовать и бороться. Если у него какие-то факторы риска, это другое дело. То есть есть вот эта проблема приверженности и комплайнса. Поэтому, понимаете, если мы говорим с вами о терапии легкой астмы, я надеюсь, что у нас скоро появится документ экспертов Российского респираторного общества, вот как раз посвященный подходам терапии легкой астмы, то есть, конечно, вы видите, у нас есть проблемы. То есть, конечно, терапия низкими дозами ингаляционных стероидов эффективна у пациентов с легкой астмой, но, в общем, она не популярна ни среди пациентов, да, и, собственно, и у нас с вами тоже. Поэтому, конечно, новые стратегии терапии, которые у нас уже появились и в скором будущем еще более появятся, и в отношении, прежде всего, комбинированных препаратов. Ингаляционный стероид и короткодействующий бета-агонист, а в будущем, наверное, ингаляционный стероид и длительно действующий бета-агонист, потому что такие исследования ведутся, причем применяемые по потребности, то есть только тогда, когда у пациента возникли симптомы. Наверное, это будет являться, возможно, это является приоритетной стратегией для пациентов с легкой бронхиальной астмой. Но, понимаете, и кроме того, не надо забывать еще об одном, то есть, да, это с точки зрения фармакотерапии. Но, посмотрите, опять же, возвращаясь к фенотипам, если мы с вами посмотрим, вообще разделим всю астму на астму, которая началась в раннем детстве и на астму, которая началась уже во взрослом возрасте, то мы увидим с вами, что, в общем, более 80% вот этой ранней, с ранним дебютом астмы, и, по крайней мере, половина, а может быть, и больше астмы, астмы, которая с дебютом во взрослом возрасте, это аллергическая астма. Это аллергическая астма, это астма, связанная с сенсибилизацией аллергенами, да. И в этой связи, конечно, самый ведущий аллерген в отношении бронхиальной астмы – это, конечно, клещ домашней пыли. Абсолютно вездесущие аллергены. И посмотрите, какова частота сенсибилизации клещу у пациентов с бронхиальной астмой. От 35 до 86%. Ну, истина всегда где-то лежит посередине. То есть где-то, по крайней мере, 50-60% больных сенсибилизированы к клещу домашней пыли. И это истина. И клещевая бронхиальная астма может протекать достаточно тяжело, и, в общем, быть и средне-тяжелой, и тяжелой в том числе. И, конечно же, тут, в общем, опять же, я возвращаюсь к нашим рекомендациям. Не надо забывать, что для этих пациентов, помимо фармакотерапии, есть такой подход, который называется аллергенспецифическая иммунотерапия. И посмотрите, в наших рекомендациях очень четко показано, что и сублингвально, у нас два метода одобрены. У нас есть хорошие сублингвальные аллергены, в скором будущем их будет больше. То есть спектр наших возможностей расширяется. Сублингвальная иммунотерапия и подкожная иммунотерапия могут быть применены и у пациентов с легкой, и у пациентов со средне-тяжелой астмой, которая особенно ассоциирована, связана с аллергическим риноконъюнктивитом, при условии, что астма, конечно, должна, желательно, чтобы она контролировалась в фармакотерапии. Но вы знаете, в общем, так сказать, на самом деле мы пошли дальше. И вот сейчас мы говорили до настоящего момента, что да, астма должна быть обязательно контролироваться. А сейчас, понимаете, появились исследования, которые говорят, что астма может быть частично контролируемой. И более того, у этого пациента могут быть обострения астмы. Посмотрите, вот что нового в ДЖИНе 2017 года, вот это перечисленные все новости в ДЖИНе 2017 года. И один из пунктов, посмотрите, у нас появился дополнительный вариант терапии. И этот дополнительный вариант терапии, причем обратите внимание на какой ступени, на ступени 3 и 4. То есть это уже средне-тяжелая, ну, можно сказать, почти тяжелая, ну, по крайней мере, средне-тяжелая астма, добавление сублингвальной иммунотерапии, правда, речь идет только о сублингвальной иммунотерапии, как о самом безопасном методе иммунотерапии, подкожная боли опасна в отношении развития нежелательных побочных эффектов, может быть в настоящее время рассмотрена. У взрослых больных астмой и ринитом сенсибилизированных как раз клещу домашней пыли, то есть клещевая астма, средне-тяжелая клещевая астма, если она не контролируется, достаточно фармакотерапии, и эти пациенты имеют обострение или имеют клинические проявления, несмотря, мы можем продолжать их лечить ингаляционными стероидами, комбинацией ГКС и ДДБА, но если у них ОФВ-1 больше 70, мы можем рассмотреть для них сублингвальную иммунотерапию клещом домашней пыли. На основании чего вот это показание было экспертами Джина принято и внесено в таблице 3.5 на странице 43.51. Посмотрите, на основании вот этого исследования, вот это исследование, которое было сделано под руководством профессора Вирхова, из Германии он многократно приезжал, вы многократно его слышали у нас. Посмотрите, это было уникальное совершенно исследование. В это исследование вошли более 800 пациентов с бронхиальной астмой, с клещевой бронхиальной астмой, причем это были пациенты со средне-тяжелой астмой. Они получали ингаляционные стероиды или комбинацию ГКС и ДДБА. И посмотрите, они не контролировались, и их начали лечить, проводить сублингвальную иммунотерапию клещом домашней пыли. И причем вот впервые в исследованиях по осид была взята вот та точка, которую мы привыкли использовать в исследованиях только с фармакотерапией связанной. То есть время до первого тяжелого обострения, частота тяжелых обострений. Это было совершенно уникальное исследование, чем дизайном. Пациентов лечили аллергенами, проводили сублингвальную иммунотерапию на протяжении 18 месяцев. 12 месяцев их как бы лечили стабильно, не меняя им фармакотерапию. А через 12 месяцев, посмотрите, им начали уменьшать дозу ингаляционных стероидов. Первые 3 месяца уменьшили на 50%, а потом в следующие 3 месяца вообще отменили дозу ингаляционных стероидов. По сути дела, пациентов лечили только аллергеном клеща домашней пыли. И посмотрите, естественно, была группа плацебо. И посмотрите, несмотря на то, что пациентов стали снижать и отменили дозу ингаляционных стероидов, обратите внимание, частота обострений у тех пациентов. Здесь тестировались 2 дозы аллергена, они обе оказались абсолютно эквипотентными. И вы видите, она значительная существенная разница по частоте обострений по сравнению с плацебо. Вот это исследование легло в основу того, что мы можем сказать, что иммунотерапия тоже влияет на обострение, обладает противовоспалительным эффектом и позволяет этим пациентам. То есть у нас появилась дополнительная возможность для пациентов со средне-тяжелой астмой, обусловленной сенсибилизацией клещу домашней пыли. На мой взгляд, это абсолютный прорыв. И побочные эффекты были абсолютно типичные для сублингвальной иммунотерапии. Это был орально-аллергический синдром, и все. То есть никаких каких-то синдромных, системных реакций не было у этих пациентов. То есть вот такое исследование, и вот такие изменения в GIN. Ну, двигаемся дальше, и мы переходим к ступень 3 и 4. И, конечно же, абсолютно подтверждая этот постулат, что все-таки большинство пациентов, конечно же, достигают контроля в результате применения инваляционных стероидов или комбинации с длительно действующими бета-агонистами, посмотрите, ступень 3 и 4, приоритетные выборы, фиксированные комбинации инваляционных стероидов и длительно действующие бета-агонисты. И очень важно, что если пациент получает терапию фиксированной комбинации будозонид-форматерол или бекламетазон-форматерол, то в этом случае мы можем применять этот препарат в режиме единого ингалятора. И мы с вами знаем, что режим единого ингалятора действительно является одним из очень продвинутых режимов. И вот здесь у нас тоже новости, обратите внимание. Смотрите, 31 марта 2017 года зарегистрировано новое показание для режима SMART, для препарата Будозонид-форматерол, препарата Симбикорт, обратите внимание, у подростков с 12 лет. То есть раньше мы помним, что это был только режим единого ингалятора только с 18 лет, но вот с 31 марта, так сказать, у подростков с 12-летнего возраста, вот эта, так сказать, выдержка из инструкции, мы можем применять дозу 80 на 4,5 или 160 на 4,5 по одной ингаляции или по две в качестве базисной терапии и по потребности. И, в общем-то, это дополнение, это, в общем, расширение показаний, расширение, это очень важно на самом деле, было сделано на основании вот этого большого метаанализа, анализа, в который, посмотрите, ретроспективный анализ шести клинических исследований, который был представлен, этот результат на прошлом ЕРС в Лондоне, огромное количество участников, пациентов этих шести исследований, 14 с лишним тысяч, и, в общем, подростков, посмотрите, практически было 2000 подростков в возрасте 12-17 лет. И что показал этот анализ, посмотрите, а он показал, что, в общем, абсолютно сопоставимая эффективность, даже в некоторых исследованиях такое ощущение, что вот это вот, вот эти, это подростки, даже более эффективно, чем у взрослых оказался режим единого ингалятора. То есть была показана сопоставимая эффективность и безопасность режима SMART с симбикортом, как у взрослых, так и у подростков 12-17 лет. Доля подростков, которые все-таки использовали высокие дозы, 8 ингаляций, была очень невелика, и, в общем, так сказать, это очень небольшое количество дней они применяли вот такое количество доз. То есть вот на основании этого анализа было зарегистрировано новое показание, расширенная, собственно говоря, популяция пациентов, для которых мы с вами можем использовать режим единого ингалятора для препарата симбикорта. Ну и, собственно, вот этот метаанализ, который был сделан чуть раньше, в 2014 году, абсолютно убедительно показал, посмотрите, что применение фиксированной комбинации будезонит-форматерол-биокометазон-форматерол в режиме единого ингалятора имеет абсолютный приоритет по сравнению со всеми возможными возможной терапией бронхиальной астмы, с раздельными комбинациями, с комбинацией ГКС-антилекатриеновый, ГКС-теофилин и так далее. И посмотрите, в отношении тяжелых обострений и в отношении тяжелых и средне-тяжелых обострений абсолютно, так сказать, выраженная и существенный приоритет. И вот этот метаанализ, собственно говоря, и позволил экспертам Джина сказать, что сделать такое существенное заключение, причем очень с высоким рейтингом, с высоким уровнем доказательности А, что у взрослых и подростков, которые уже имели в прошлом одно и более обострение за прошедший год, конечно, следует вот этот режим, режим единого ингалятора является более эффективным в отношении уменьшения обострений по сравнению со всеми другими возможными стратегиями лечения бронхиальной астмы. То есть вот это действительно очень высокий уровень. То есть те пациенты, которые имеют факторы риска в отношении обострений, именно для них, а теперь уже и для подростков в том числе, мы должны рассмотреть эту стратегию прежде всего как приоритетную. Ну и кроме того, мы с вами очень хорошо знаем и используем этот режим. Посмотрите, в общем, эти пациенты не только предотвращают обострение, а мы еще с помощью этого режима достигаем контроль, потому что, вы видите, 56% дней эти пациенты не пользуются дополнительными ингаляторами. Это говорит о том, что эти больные достигли контроля, то есть мы получили контроль, им у них нет нужды в дополнительных ингаляции водозанида форматерола. Ну а если говорить о безопасности, то безопасность, собственно говоря, и спектр нежелательных побочных явлений, и частота этих нежелательных побочных явлений при применении водозанида форматерола в режиме SMART точно такая же, как и с препаратами сравнения, то есть как и сравнивается с другими фиксированными, скажем, режимом, применением фиксированного режима или раздельные ингаляционные стероиды длительно действующие бета-организмы. Вот еще один аспект, на котором мне бы хотел остановиться, это вот, собственно говоря, продолжая предыдущий доклад, это тяжелая астма. Конечно, на мой взгляд, наибольшее значение определения фенотипов, определения эндотипов нужно у пациентов с тяжелой астмой. И мы с вами знаем, что этих больных немного, их где-то в районе 50%, не больше 10%. Одно из последних исследований, которое, собственно, определяло эту популяцию, было сделано в Голландии, опубликовано оно в прошлом году, и вот наши коллеги в Голландии очень четко стратифицировали и выявили этих пациентов в Голландии и показали, что в Голландии пациентов с тяжелой астмой, для которых нужно рассматривать вот эту биологическую терапию, 3,6%, то есть даже меньше 5%. Их этих пациентов действительно не так много, но это действительно очень сложные пациенты. Ну, мы с вами знаем, что такое тяжелая бронхиальная астма, определение тяжелой астмы. Но прежде чем фенотипировать этих пациентов до этого момента, мы, конечно, с вами должны исключить, а может быть, это совершенно тяжелая по другим причинам, и вот как различить вот эту неконтролируемую и тяжелую астму. А нужно бы определить и исключить вот эти моменты. Плохая техника ингаляции до 80% больных, одно из последних исследований говорит, что 90% больных. Низкая приверженность лечения, половина пациентов, каждый второй больной не привержен к терапии. Посмотрите, неправильный диагноз, и вот это тоже проблема. На самом деле, посмотрите, до 30% больных, у которых стоит диагноз трудной или тяжелой астмы, вообще диагнозы астмы не имеют. Наконец, сопутствующие заболевания, коморбидные состояния, до 80% больных. Ну и постоянный контакт с триггером, да, это тоже существенно. По крайней мере, постоянный контакт с аллергеном, это половина пациентов имеют, это вот та же клещевая астма. Исключить контакт с клещом очень сложно. Ну и вот посмотрите, что делает астму тяжелой, один из последних больших обзоров по коморбидностям. Посмотрите, как много вообще, как много коморбидностей сопутствует именно тяжелой бронхиальной астме. Это и дисфункция голосовых связок, и гастроэзофагальная рефлексная больная, ожирение, синдром ночного апноя, бронхолегочный аспергиллез, бронхоэктазы, конъюнктивит, банальная дисфункция дыхания. И посмотрите, каков процент, как много этих пациентов. Конечно, до половины пациентов, ну, может быть, где-то это крайне, имеют дисфункцию голосовых связок. Герб до 74% больных, ожирение 37%, ночное апноя 31%. Ну, аллергический бронхолегочный аспергиллез действительно не так часто. Бронхоэктазы до 40% больных. Аллергический риноконюнктивит – самая распространенная сопутствующая проблема, до 70% больных. Ну и вот это тоже, ну, в общем, как-то депрессия, тревога, которая может приводить к психогенной дисфункции дыхания. То есть вот расстройство дыхания, которое можно взять, расценить как бронхиальная астма. Ну, и риносинусит с полипами или без полипов. То есть, в общем, конечно, вот это прежде всего надо исключить, прежде всего до фенотипирования, до рассмотрения биологической терапии. Ну и, наконец, вот это совершенно потрясающий обзор, который меня потряс. Сейчас это, собственно, обзор, который касается ошибок в ингаляции. И вот в этом обзоре, обратите внимание, данные 144 клинических исследований. Причем клинические исследования датируются с 1975 по 2014 год. 54 тысячи больных. В этих исследованиях так или иначе оценивалась техника ингаляции пациентов. Да? И посмотрите, то есть, по сути дела, у нас первый ингалятор, медиахалер, в 1956 год, в 1972 году у нас появился бекламетазон уже. То есть, собственно, регулярно больные начинают где-то с 70-х годов пользоваться ингаляторами для лечения астм. И обратите внимание, вот анализ этих исследований показал, что не меняется, мы очень с вами консервативные, больные наши тоже очень, как бы, традиционно в своих ошибках. То есть процент больных, которые имеют корректную технику ингаляции, он не изменяется с 60-х годов по 2014 год. Процент больных, которые имеют такую, приемлемую технику ингаляции, да, вот эта желтенькая, не меняется. Корректно это вот эта вот синенькая, даже чуть-чуть такое ощущение, что их стало чуть меньше, но в пределах ошибки. Ну и процент больных, которые имеют плохую технику ингаляции, тоже не меняется. Самое интересное, что если вы посмотрите, то, собственно, ошибки, они такие же. Из ДАИ это те же координация, скорость глубина ингаляции, задержка дыхания после вдоха. Из ДПИ то же самое, подготовка ингалятора к ингаляции ошибки, отсутствие выдоха перед вдохом и задержка дыхания. Все то же самое. О чем это говорит? Это говорит о том, что, конечно, мы должны стараться учить наших пациентов. Но мы должны быть, в общем, тоже реалистами и понимать, по-видимому, что тут мало что. То есть тот же процент больных будет иметь правильную технику, более-менее приемлемую и неправильную. Какой выход? Вот что, это тупик? Это не тупик, на самом деле. Это не тупик. На самом деле надо менять, видимо, не больного. Очень сложно изменить человека. А врача? А, да. Нет, надо менять ингаляторы. Должны меняться ингаляционные устройства. И вот это тоже, это, в общем, происходит. Ингаляционные устройства меняются. Посмотрите. В общем, даже уже сейчас у нас с вами появляются так называемые интуитивные ингаляторы. И это разные ингаляторы. Это вот Элипта, это Спиромакс, Некстхайлер вот-вот зарегистрируется. Это ингаляторы, которые интуитивно понятны. Которые все-таки менее чувствительны к ошибкам пациентов. То есть процент больных, которые делают ошибки, будет тот же. Но из этого ингалятора меньше вероятности, что он сделает эту ошибку. Или все-таки больше вероятности, что ингаляция будет правильна. То есть вот это очень важно. И пациенту понятно, что надо открыть, вдохнуть и закрыть. То есть, конечно, и даже из этих ингаляторов можно сделать ошибки. Ну и, наконец, у нас будущее. А будущее – это так называемые смарт-ингаляторы, так называемые умные ингаляторы. А вот умные ингаляторы – это, конечно, еще больший шаг вперед, наверное, на пути нивелирования этих ошибок пациентов. Почему? Да потому что, на самом деле, они могут как бы давать нам, и не только нам с вами, врачам, они могут пересылать. Мы можем оценить приверженность пациента, потому что мы будем видеть, сколько раз он вдохнул. Более того, эти ингаляторы могут определить, хороший – это вдох, хорошая – это ингаляция, или это плохая ингаляция. Это тоже они могут определить. И, наконец, эти ингаляторы могут даже формировать триггерный профиль пациента. Вот это вообще потрясающе. То есть эти ингаляторы, если это касается ингалятора для скоропомощного применения, он может сказать, в каких условиях пациент чаще прибегает, скажем, к вот этим скоропомощным ингаляторам. В каком регионе он чаще пользуется. И таким образом сформировать через 3-6 месяцев триггерный профиль больного. Что сказать, друг дорогой, вот когда ты бываешь там, допустим, ну я не знаю где, на работе, ты чаще пользуешься, чем, так сказать, суббота-воскресенье. Когда ты ездишь в какой-то регион, у тебя там чаще значительно, вот это твой триггерный профиль, ты туда не езди, а на работу не ходи. Одновременно будет вести сяуди и видеозапись. Ну и, наконец, еще, так сказать, умные ингаляторы могут регулировать, это уже совсем будущее, они смогут регулировать скорость ингаляции. Это тоже, в общем, так сказать, пациента. И помогать пациенту осуществить правильный, адекватный вдох через то или иное устройство. То есть вот это тоже здорово. Ну, если мы вот это исключили, исключили коморбидности, исключили неправильную технику ингаляции, вот тогда мы должны перейти к фенотипированию. И посмотрите, и тогда, собственно говоря, вот именно для этих пациентов с тяжелой астмой прежде всего рассматривается, конечно, вот эта прецизионная или персонализированная терапия. Но для этого нам нужны биомаркеры. Вот биомаркеры, посмотрите, как много биомаркеров, уже молекулярных биомаркеров сейчас используется или, по крайней мере, находятся в стадии разработки. И генетические маркеры находятся уже в стадии, ну, пока еще развития, правда, то, что вот я слышала доклады на ИТС по генетике астмы. Ну, это, конечно, вот пока очень сложно, но явно, что есть генетическая разница, по крайней мере, показана генетическая разница в отношении, почему афроамериканцы имеют более тяжелую астму. У них немножко другая генетика астмы по сравнению, так сказать, с кавказоидной, с белой расой. Так что вот... Понятно. Ну, это вам, Андрей Станиславович. Вы должны быть толерантны. Итак, что же такое биомаркеры? В клинической практике биомаркер может быть физический или лабораторный параметр, который является очень надежным и легко воспроизводимым. И который может определить лучший терапевтический подход, который может вот как раз выявить респондеров и нереспондеров, который может подтвердить диагноз или предсказать ответ на терапию. Посмотрите, конечно, он должен быть неинвазивным, недорогим, это бы идеально. При бронхолебочных заболеваниях, видите, биомаркеры где только не определяются, но, увы и ах. Посмотрите, большинство биомаркеров, применяемых при астме, используются пока только для научных целей. И требуют валидизации и квалификации, к сожалению. Ну и вот если мы с вами посмотрим, вот желтеньким я как раз выделила те биомаркеры, которые все-таки более-менее сейчас активно изучаются. Многие из них уже, в общем, прошли даже стадию практически, ну, почти валидизированы. Но обратите внимание, все эти биомаркеры характерны для эйзинофильного биофенотипа астмы, для эйзинофильной астмы. И ничего нет для эйзинофильной астмы. Абсолютно никаких биомаркеров у нас с вами нет. Ну и посмотрите, вот, собственно говоря, Т2 эндотипа астмы. И обратите внимание, какие клетки формируют, мы уже об этом говорили, вот этот эндотип астмы, врожденные лимфоидные, конечно, эпителий, как, собственно, ключевые тучные, вот эти НКТ клетки и хелперы второго типа. И обратите внимание, как много целей. Вот при этом эндотипе астмы много целей, против которых, так сказать, изучаются большие или малые молекулы. То есть биологические молекулы или малые молекулы. И обратите внимание, вот для, по крайней мере, ИЛ-5 уже, так сказать, есть биологические молекулы, моноклональные антитела, один из которых уже зарегистрирован в России тоже в том числе, а второй, зарегистрирован в Европе и в Соединенных Штатах Америки, ждем регистрацию в России. Ну и очень много исследуемых целей, да, это ИЛ-4, очень много обещают химический стромальный лимфопоэтин, это вот как бы на него очень здорово надеются интерликин-13, ну и, так сказать, вот антагонист рецептора простагландина Т2, это малая молекула. И посмотрите, как бедненько выглядит не Т2 эндотип астмы, да. Вот здесь как бы, смотрите, да, тут даже непонятные цели, непонятно, может быть, рожденные лимфоидные клетки первого типа участвуют, а может быть, как бы и нет. Ну, эпителий, да, нейтрофилы, хелперы первые, хелперы 17-ые, ну и пока ничего не дошло до одобрения, только еще исследуются лечебные цели. Ну, вот все-таки анти-ИЛ-17 не очень себя показал, вот сейчас анти-ИЛ-23 и вот эти антихимокиновые антитела тоже, в общем-то, так сказать, активно изучаются. Ну, существенно меньше, то есть вот нет Т2 эндотип астмы, в общем-то, так сказать, не так много исследований. Ну, и посмотрите, вот, собственно говоря, те молекулы, которые сейчас находятся на третьей, по сути, тела, либо вообще одобрены, либо заканчивается третья фаза клинических исследований. Три молекулы к интерлекину 5-ому, моноклональные антитела против ИЛ-5, меполизумаб, реслизумаб, бенролизумаб, это к рецептору интерлекина 5-го, дупилумаб, очень интересная молекула, это моноклональные антитела против одновременно ИЛ-4 и ИЛ-13, потому что субъединица альфа, она общая, амолизумаб мы с вами хорошо знаем, ну, и два моноклональных антитела против интерлекина 13-го, лебри, гизумаб и тралокинома. Ну, и посмотрите, ситуация, вот ситуация, амолизумаб, который у нас есть давно, он и одобренный у нас, и в Европе, и в Америке, меполизумаб одобрен FDA и EMMA, пока ждем одобрения в России, и вот реслизумаб, моноклональные антитела против интерлекина 5-го, одобрены и в Европе, и в Америке, и вот буквально, по-моему, в конце апреля 28-го, что ли, получено одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть у нас уже две биологические молекулы зарегистрированы для применения при тяжелой и зенофильной, и аллергической бронхиальной астме. Но я хочу обратить ваше внимание, посмотрите, вот на это прогностический маркер, и если вы увидите прогностический маркер, то вы увидите, как много перекреста, да, вот здесь и зенофилы крови, здесь и зенофилы крови, в общем, везде и зенофилы крови. Вот это, конечно, большая проблема. Ну, для молизумаба переостиноксид азота, ЕГЭ, так сказать, в общем, не прогностическим маркером оказался, но он действительно не является прогностическим маркером. Для меполизумаба, опять же, зенофилы крови, мокрота, оксид, ну, и для реслизумаба – зенофилы. То есть, к сожалению, вот эта проблема, как выделить этих пациентов, которые ответят лучше на молизумаб, которые ответят лучше на рислизумаб, на меполизумаб, и в дальнейшем на дупилумаб, тралокинумаб, леприкизумаб, вот это, в общем, серьезная проблема. Ну и вот, собственно говоря, как, посмотрите, вот если перед нами с вами пациент с тяжелой неконтролируемой астмой, мы все с вами уже сделали, мы как бы все, он привержен, у него правильная техника ингаляции, дальше мы должны его фенотипировать и провести хотя бы какие-то, провести биомаркерную диагностику, посмотреть везенофилы крови, если возможно мокроты, ну и оксид азота. И посмотрите, вот есть у нас пациент с высоким ЭГИ, атопией, изнофилией крови, ну, наверное, амолизумаб, да? Если есть изнофильная астма, да еще в сочетании с полипозом, с непереносимостью нестероидного аспирина, то посмотрите, в общем, все работает, и меполизумаб, и ресли, и бендролизумаб. Если умеренная изнофилия, ну вот высокий переастин и выраженная бронхоконстрикция, кстати, показана для этих пациентов, то, возможно, анти-Л-13. А если астма с ожирением и нет никаких маркеров Т2 эндотипа, то что тут рекомендовать? Снижение веса, конечно, и комбинацию ИГКС, антилекатриеновые препараты, или ИГКС, ДДБА и длительно действующие антихолинергики. Если курильщики, то тоже, понимаете, вот тут анти-Л-23 и антихимокиновые, вот это XCR2, это еще будущее. То есть, в общем, вот так. Но, посмотрите, вот при этом фенотипе и эти тоже все работают, моноклональные антитела. То есть, вот проблема заключается в том, что и у этих меполизумаб тоже работает. Посмотрите, что на сегодняшний день, это реальная ситуация, существует значительный перекрест между прогностическими биомаркерами. Вот очень трудно стратифицировать этих больных. Вероятно, необходимы дополнительные биомаркеры или какой-то поиск каких-то клинических, может быть, функциональных комбинаций для выбора биологической терапии. Пока только при Т2 эндотипе астмы. При нет Т2 эндотипе астмы у нас с вами просто, по сути дела, ничего, кроме фармакотерапии, снижения веса, отказа от курения. Ну, может быть, макролидов нет. Таким образом, заключаю, биологическая терапия с помощью моноклональных антител, которые направлены против основных цитокинов, участвующих в формировании, прежде всего, Т2 эндотипа, является, конечно, новым направлением в лечении тяжелой, резистентной традиционной терапии астмы. Три препарата моноклональных антител уже зарегистрированы, амолизумаб, меполизумаб и реслизумаб, и одобрены для клинического применения при тяжелой Т2 астме. В нашей стране амолизумаб и реслизумаб. Но биологическая терапия требует очень строгого отбора пациентов, потому что, ну, во-первых, она не будет работать, во-вторых, это очень дорого, поэтому, конечно, вот это, так сказать, очень важно. Ну, и заключая еще раз, астма – крайне гетерогенное вариабельное заболевание, и в этом проблема этого заболевания, очень трудно достичь контроля у этих пациентов. Основу контролирующей фармакотерапии по-прежнему еще долгое время будут занимать, конечно, ингаляционные стероиды, а может быть и всегда, и ГКС-ДДБА. Единый ингалятор, стратегия единого ингалятора, конечно, при помощи препаратов бекламетазонформатерола и будезонитформатерола является наиболее эффективной в отношении и профилактики обострений, и достижения контроля. Ну, и для пациентов с аллергической астмой не забываем назначать аллергенспецифическую иммунотерапию, которая теперь одобрена для же при средне-тяжелой астмы. А у пациентов с тяжелым течением прежде всего необходимо исключить коморбидности, неправильную технику ингаляции, неприверженность, а потом уже фенотипировать и рассмотреть возможность назначения биологической терапии. Спасибо большое, дорогие коллеги.